Да, да, хочу, 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 хочу. Когда я начала петь, просто так начали... Вот все раньше на меня вот так смотрели. А потом, когда я начала петь, все начали смотреть на меня вот так вот. Я люблю, когда на видео много хейтов. И мне было так стыдно, я смотрю на людей, мне хотелось просто разрыдаться и убежать, потому что я чувствовала сама, я слышала, что я ужасно сейчас пою. Всем привет, дорогие друзья! И вы на моем канале Миланы Тут. И сегодня бы я хотела поговорить с вами. У меня накопилось достаточно очень много вопросов про мою карьеру, про мой сольный концерт, который будет 15 октября. Всех ждут, билетики тут и так далее. Давайте начинать. Когда тебе предложили и сказали, что мы организуем сольный концерт в Крокусе, что ты подумала? Я подумала, чего офигеть, мне сольный концерт? Мне сольный концерт? Это было вообще еще очень-очень давно. Почти полгода назад. Я тогда вообще уже не думала, что у меня может быть когда-нибудь сольный концерт в Вегасе. Поэтому я такая, мне сольный концерт? Я была очень сильно рада, я была в шоке. Я конечно такая, да, да, хочу, 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 маму хочу, давай, давай. Какая твоя самая любимая песня? У меня нет моей любимой песни, но я люблю все песни абсолютно. Но, наверное, на данный момент самая любимая, ну, прям самая. Вообще все люблю, но самая любимая это Баблгам. Такая сладкая Баблга, такая сладкая Баблга. А, и Фанни Банни, потому что Фанни Банни это легенда. Фанни Банни, бэйби, горит огни, или же Фанни в ключ. Что запомнилось тебе на сцене больше всего? Наверное, мне больше запомнилось парк «Сказка» и Муз-ТВ. Когда я выступала, мне очень запомнилось, потому что там было очень много людей, которые стояли практически все ради меня. Они стояли три часа, там ждали, вот так вот. Вот так уже там все стояли, но все равно пели мои песни, со мной поддерживали меня, хлопали, кричали. Мне прям это очень понравилось, их прям было очень много. Там даже наверху, вот, знаете, там был экскалатор на второй этаж, там наверху тоже стояли вот так вот люди вокруг. Потом, когда я выходила сфоткаться, меня пригласили, там тоже нахуй вокруг были люди, мне прям очень понравилось. А «Сказка» мне понравилось, потому что там очень было много людей, которые прям наизусть знали все мои песни. Они прям пели со мной и «Да-да-да», и «Купи собаку», и «Бабулгал», и «Фанни Баня», и прям все пели, поэтому мне прям очень понравилось. Какой твой самый любимый артист? Блин, вообще у меня нет любимого артиста, потому что я не слушаю музыку так, ну, постоянно. Нет, я, конечно, сейчас слушаю музыку моим наушникам, но я слушаю, наверное, больше заграничных, хотя вот каких-то американских, такой вот русских вообще не слушаю, и даже у меня нет любимого артиста, потому что я такая в тиктоке «О, классная песня, как она называется?» Бубли такая «О, все, слушайте, добавляю в плейлист, я даже не знаю, кто эту песню поет, я просто слушаю, потому что мне нравится музыка». Вообще я люблю музыку, но я не акцентирую внимание, кто ее поет, я слушаю все, что мне нравится, все, что мне подышает. Ты слушаешь свои песни? Конечно, ну как их можно не слушать? Когда я поднимаюсь вокалом, когда я выступаю, когда я могу просто в машине сидеть и в такая наушнике была, «Кужан, город, скажите, как я, я не знаю, как я не знаю, как я, я не знаю, как я, я не знаю, и уже в стране, я не знаю, я не знаю, я не знаю, конечно, конечно, слушаю, я же мои песни влюбила». Тебе важно, популярна ли твоя песня? Конечно, важно. Ну, мне, знаете, это же обидно, когда ты старалась, делала песню, там, она вообще не залетела, что-то просто так слишком. И даже ничего не может помочь, если ты снимаешь, ты пытаешься как-то ее продвигать, но не получается. Но, наоборот, приятно, когда на песни твои все снимают, просто такой находишь, такой, офигеть, тут миллиард тысяч снимков под мою песню, миллиард тысяч просмотров, офигеть, я такая, популярити, вау, моя песня залетела, я такая, такая сладкая, баба, 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 давай разделем от туалета, ну, баба, 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 как ты реагируешь на хейт? На хейте я стараюсь не акцентировать, вообще хейт это мой пиар, это мой продвижение, мой актив, я люблю, я люблю, когда на видео много хейта, потому что, когда на видео мало хейта, там нет актива, нет просмотров, нет лайков, нет комментариев, ничего, а когда хейт, почему-то есть и лайки, и подписчики, и супер лайки, и все, короче, везде есть, поэтому хейт это только мой пиар, мой актив. Вообще, у каждого человека, я считаю, что есть свое мнение, но чаще всего это либо же зависть, либо же зависть, но думаю, вообще, я считаю, что у каждого есть свое мнение, если он так выражается, то окей. Ну, вообще, я считаю, что это не очень нормально, из-за того, что нормальный человек не будет писать вот так вот, синий такой. Ты дура, ты кринж, ты дура. Это пишут только неуверенные в себе люди, завистники, поэтому, давайте так. Кого бы ты поблагодарила за то, что сейчас у тебя есть? Моих родителей. Мои родители, мои родители, потому что вообще все началось очень-очень давно, и мои родители всегда меня поддерживали, всегда мне помогали, всегда готовы что-то снять, всегда готовы что-то сделать. Я такая, мама, хочу новую песню. Они такие, конечно, окей. Мам, я хочу выступать там, хочу так. Окей, мам, я хочу фотосессию. Окей, мам, я хочу снять какой-то ролик. Окей. И мои родители всегда помогают, я поддерживаю меня не только в блогерстве, они мне могут просто обнимать слова, мои любимые родители, поэтому родителей. У тебя есть что-то, что бы ты хотела изменить? Например, стыдно за песню или стыдно за какое-то выступление? Ну, вообще нету. А, нет, есть, есть один случай. Но я даже не знаю, я, наверное, не очень хотела его изменить, потому что это все-таки моя, так сказать, мой опыт, поэтому мне кажется, что все нормально. Сейчас расскажу. Короче. Я была еще очень-очень много, года 3-4 назад на ДРЖКе моей подружки. Тогда я вообще не умела петь, такой ужин был. Я, моя подружка тоже пела, она участвовала в Голос Дети, там всякое такое, и проголосили мне на ДРЖКу. И там нужно было спеть, там была такая небольшая сцена, и там можно было спеть. Это как бы был мини-караоке такой. Место мини-караоке на исток. Вот, и там нужно было спеть. Я, когда меня уже приглашали, было в мое время петь, я первый раз тогда еще в свои 7 или 8 первый раз должна была спеть под минус. Мне было очень страшно, потому что я никогда тогда не пела под минус. Я пела только под плюсом, вот так вот как-то. Мам-мам-мам, купи мне... У меня микрофон вот здесь, и я такая... Мам-мам-мам. Это был мой первый раз, когда я должна была петь под минус. И плюсом, плюсом к моему страху, я должна была выходить первая. Я должна выходить первая и первый раз петь под минус. Это было ужасно. Когда я выходила первая, я чувствовала себя вообще неуверенно, все на меня вот так вот смотрели. Когда я начала петь, просто так начали... Вот все раньше на меня вот так смотрели. А потом, когда я начала петь, все начали смотреть на меня вот так вот. И мне было так стыдно. Я смотрела на людей, мне хотелось просто разрядаться и убежать, Потому что я чувствовала сама, я слышала, что я ужасно сейчас пою. Что просто я пою. Это было настолько ужасно. Просто фу-фу-фу. Поэтому после этого я не люблю петь первое. Тем более петь первое и подминуться, это ужасно. Ты ждешь свой сольный концерт? Вообще нет. Я не жду, потому что я боюсь очень сильно. Знаем, у меня прям, когда начинаю вспоминать, я прям такая, сольный концерт, то есть скоро. Поэтому я наоборот не жду. Я очень хочу этого события, но я не понимаю, как это объяснить. Я хочу, чтобы это произошло, но я не хочу, чтобы это было скоро. Потому что мне страшно. Блин, то ли ждешь, то ли не ждешь. То есть я жду, но я не хочу, чтобы это произошло быстрее. Я прям очень жду и готовлюсь. Я очень сильно стараюсь. У меня прям каждый день сегодня после этих съемок сразу вокал, потом танцы и так далее. Я очень сильно готовлю, стараюсь, но мне очень страшно. Поэтому поддержите мне, пожалуйста, лайкосиками и подпишитесь на мой канал. Что будет ждать зрителей на сольном концерте? Ну, вообще, я не буду рассказывать, что меня там будет ждать всех, потому что это секретик. Кто хочет видеть, приходите на мой сольный концерт. Билетик, как я уже говорила, в описании. Там будет очень огромное шоу. Мы готовим столько всего, просто вы не представляете. Там будут и собаки, и музыка живая, и так далее. Там прям очень много всего будет. Там огромное шоу. Даже на одной песне я должна была полететь кое-куда. Я не знаю пока, как это будет. Мне очень страшно. Там, во-первых, у меня будет очень стоять много танцев. И я буду петь все вживую. Поэтому, если хотите посмотреть, приходите. А теперь давайте посмотрим новый клип. До новых встреч! Продолжение следует...